МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В главном холле Аккорды собираются политики и журналисты. Визит однозначно привлек внимание СМИ, ведь такой контакт на высшем уровне происходит впервые, поэтому важно знать и понимать, как изменятся отношения двух стран. Это ли обсуждали глава Самрук Казна Нурлан Жакупов и министр промышленности и строительства Канад Шарлопаев, мы не знаем, но беседовали они долго. Делегатов выстроили в ряд. Это значит, что вот-вот в зале появится Касымжум Артокаев. Но пока еще есть время, тот же министр Шарлопаев успевает отправить несколько СМС. Работа не отпускает. Сразу после церемонии приветствия Касымжум Артокаев и Дениса Сунгесо провели переговоры в узком составе. Обычно они проходят на английском языке, но поскольку официальный язык в Конго французский, глава государства решил говорить на языке гостя. Мы рады видеть вас в Казахстане. Убежден, ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Считаю, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике. А дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень. Следом переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций говорили о перспективных направлениях для сотрудничества. У нас в прошлом году товарооборот стоял 14 миллионов долларов. Основные позиции экспортные – это изделия металлические, трансформаторы у нас были. Кроме того, продукты сельхозпереработки. Теперь же стороны намерены рассмотреть взаимодействие в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, инвестициях, новых технологиях и освоении космоса, а также в горнодобывающей сфере. В завершении переговоров лидер Конго пригласил президента Казахстана нанести ответный визит в его страну. В эту дверь через несколько минут войдут президенты, поэтому подполковник проверяет, все ли исправно. В этой папке соглашения и меморандумы скоро начнется церемония обмена документами. Последние проверки аудиосистем, чтобы всем хватило наушников. Ну а пока лидеры не пришли, министры иностранных дел обеих стран используют это время для обсуждения межгосударственных дел. Итак, уже пришли переговоры в узком и расширенном составах. И сейчас главы делятся итогами этих самых переговоров и проходят заявления для прессы в мраморном зале «Аккорды». Во время брифинга среди делегации Конго началась суета. В какой-то момент нам даже показалось, что что-то пошло не так. Оказалось, все дело в том, что человек в форме искал способы подобраться к руководству страны. И вот такие моменты тоже иногда случаются. Прямо сейчас на наших глазах член делегации Республики Конго отдал честь своему лидеру и донес некие документы и папки для выступления перед прессой. Все в реальном времени. Минерал егide ел оккуметтере не? У нас в сауда саттык көльен артыруйшую нақты шаралар вżyнінде тапсырма береге келестік. Казахстанның Конгоға, дәнді дақылдарды экспорттауға, мазайты, алюетті молгенне назар аударды. Свои в�е влевады, егдей елдің де табеи ресурсары мол. Тиме, фосфат, боксид және басқа да серек тездесетін минерал, Говорили о транспорте и логистике. Президент назвал Конго воротами в регион Центральной Африки, а порт Пуэнт-Нуар – ключом к ним. Глава государства также сообщил о намерениях и заинтересованности Казахстана в использовании этого порта. Согласившись с этим, лидер Конго заговорил об энергетике. Экономика нашей страны основана на нефтяной промышленности. Казахстан имеет большой опыт в этой сфере. Кроме того, мы можем совместно работать над освоением и других видов природных ресурсов. Энергетический сектор Конго готов предложить казахстанским компаниям большие возможности. По итогам визита стороны подписали 10 соглашений и меморандумов. Спросили о некоторых из них министра энергетики Алмас Адама Садкалиева. В области энергетики мы говорим о строительстве энергообъектов как в Казахстане, так и в Республике Конго. Создание благоприятных условий. В основном речь идет о строительстве наших привлечений казахстанских инвесторов в Республику Конго. Но в то же время мы также готовы предоставить им соответствующие возможности. То есть на паритетной основе. Все, что связано с преференциями в области администрирования, регулирования, таможенных, налоговых льгот. Садкалиев также поделился о планах Казмуной Газа в Конго. Как мы знаем, у Казмуной Газа достаточно амбициозные планы. То есть они планируют выходить на международные рынки. И направление Конго считается очень перспективным, исходя из геополитического расположения. И исходя из тех условий, которые предлагают для компании Казмуной Газ по инвестированию в месторождения Республики Конго. Ну а когда солнце село, глава государства отправился в аэропорт, чтобы лично проводить гостя. Президент Конго явно оценил такой жест. Казахстан стремится укрепить связи с африканским регионом. И визит лидера Конго можно считать важным шагом в этом направлении. Африка, обладая своими значительными природными ресурсами, такими как нефть, газ, минералы, редкие металлы, может стать надежным партнером для Казахстана, который ищет возможности для экспорта своей промышленной продукции и возможности для привлечения новых инвестиций в совместные проекты. Более того, сотрудничество с африканскими странами позволит Казахстану укрепить свои позиции на международной арене, демонстрируя готовность и открытость к сотрудничеству с новыми регионами. Такая вот многовекторность. У нас на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok